Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава книги чисел, перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот, смотрите, в 14 главе произошло трагическое событие. Израильтяне не вошли в Ханаан, из-за этого обречены 40 лет скитаться по пустыне. А жизнь-то продолжается, и неожиданно в 15-й такая яркая перебивка темы, сюжетная линия совершенно другая. Как они будут жить в этой земле, то есть скитаться, они скитаются, но при этом обсуждается, как будет все устроено там, когда они придут. Господь сказал Моисею, передайся нам, Израилеву, когда вы придете в страну, в которой вы будете жить, в страну, которую я вам отдаю, и станете там приносить дар Господу животное из крупного или мелкого скота, будь то всесожжение, или жертву по обету, или добровольная опиршественная жертва, или жертва по случаю праздника. Разные виды жертвоприношений. Когда вы станете приносить Господу благоуханный дым, приятный ему, соответственно, в жертвоприношении понимается, как вот дым, который Богу угоден. Пусть жертва Господа обязательно сопровождается хлебным приношением. Это одна десятая эфы пшеничной муки, которая смочена четвертью гина оливкового масла. Ну, то есть, где-то два литра примерно муки, и в нее налито немножечко масла, чуть-чуть. Вместе со всесожжением и жертвой совершая возлияние. Это четверть гина вина. Столько полагается на каждого ягненка. Ну, то есть, фактически, жертвоприношение напоминает обычную человеческую трапезу. Это животное, шашлык делается, это хлеб, которым сопровождается шашлык, и вино, которым все это запивается. Если приносит в жертву барана, хлебное приношение должно быть две десятых эфы пшеничной муки, которая смочена третью гина оливкового масла, а возлияние треть гина вина. Это будет благоуханный дым, приятный Господу. Если приносит в жертву Господу быка, будь то всесожжение или жертва по обеду, или першественная жертва, то на этого быка полагается хлебное приношение три десятых эфы пшеничной муки, которая смочена половиной гина оливкового масла и возлияние полгина вина. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. Ну, то есть, в зависимости от размера животного и размер этого приношения тоже увеличивается. Так должны вы поступать всякий раз, когда приносите в жертву быка или барана, ягненка или козленка. Сколько животных вы принесли в жертву, столько должно быть хлебных приношений и возлияние. Каждый коренной житель страны должен исполнять все это, когда приносит дар Господу, когда возносит благоуханный дым, приятный ему. А если переселенец, ну, то есть, тот, кто не принадлежит к народу Израиля, или кто бы то ни было еще, живущий среди вас или среди ваших потомков, захочет принести дар Господу, вознести благоуханный дым, приятный ему, то он должен сделать все так же, как делаете вы. Пусть вообще не будет одно правило и для вас, и для переселенцев. Это вам предписание навеки, соблюдайте его из рода в род. Переселенец пусть поступает пред Господом так же, как и вы. Одно правило и один закон и для вас, и для живущих среди вас переселенцев. Ну, то есть, понятно, если люди из другого народа, из другой страны живут среди ежелетян, они принимают их законы. Не хотят принимать, пусть не живут. Господь сказал Моисею, передайся нам, Израилю, когда вы придете в землю, в которую я введу вас, и станете есть хлеб той земли, делай приношение Господу. Подносите в дар Господу лепешку первой выпечки из муки нового урожая. Делайте это, как подношение из гумна. Гумна – это где обмолочивают зерно. Из рода в род должны вы из первой выпечки делать подношение Господу. То есть, первый урожай, первое, все то, что появляется, часть идет как жертва Господу, как благодарность за вот эти дары. Если вы по ошибке не выполнили какое-то из повелений, которое Господь возвестил Моисею, что-то из того, что Он повелел вам через Моисея, то вот как вам надлежит поступать, начиная с того самого дня, когда Господь дал вам это повеление и впредь из рода в род. Если ошибка была совершена по недосмотру общины, пусть вся община принесет жертву быка, как всесожжение, как благоуханный дым, приятный Господу, с положенным хлебным приношением и возлиянием, и козла, как очистительную жертву. Пусть священник совершит искупительный обряд за всю общину сынов Израилевых, они будут прощены. Ибо это была ошибка, и за эту ошибку они сделали приношение, дар Господу, и принесли очистительную жертву пред Господом. Вся община сынов Израилевых и переселенцы, живущие среди них, будут прощены, ибо весь народ совершил проступок по недосмотру. Коллективная ответственность? Ну, наверное, здесь да, потому что иногда бывает так, что человек отдельный, иногда бывает так, что весь народ что-то делает неправильно. Если один человек совершит проступок по ошибке, он должен принести в жертву годовалую козу, как очистительную жертву. Пусть священник совершит пред Господом искупительный обряд за этого человека, совершившего проступок по ошибке. Он совершит за него искупительный обряд, и этот человек будет прощен. У вас должно быть одно правило для всякого, кто совершит проступок по ошибке, и для коренного жителя из сынов Израилевых, и для переселенца, живущего среди них. Но если человек, будь то коренной житель или переселение, совершит грех умышленно, то это оскорбление Господа, он будет отторгнут от рода своего. Он пренебрег слово Господа, он нарушил его повеление, он будет отторгнут от рода своего, он понесет наказание за свой грех. То есть фактически здесь предусматривается, что сознательный грех, то есть грех, который человек совершает, понимая, что это грех по ошибке, я просто не знал и что-то нарушил. А сознательное нарушение законов не имеет прощения, отторгнут от своего народа. Имеется ли в виду казнь? Напрямую не сказано, но похоже, что да. Или же имеется в виду изгнание, но изгнание, когда они странствуют в пустыне, это тоже фактически казнь. Человека прогоняют в безводную пустыню, где он, собственно, не может жить. Как это понимать? Ведь мы видим, что в истории Израиля так не было, что люди приносили за свои грехи действительно жертвы. Но, может быть, это просто о том, что на самом деле любое нарушение заповеди, когда человек понимает, что он ее нарушает, карается смертью. Об этом будет апостол Павел потом писать, что тот, кто нарушил одну заповедь, нарушил весь закон и достоин смерти. И вот идея искупления, она на этом и основана, что достоин и смерти практически все, потому что любой человек временами нарушает заповеди, согласно своему пониманию. Но дальше идет практический пример, он довольно жесток. Когда сына Израилева были в пустыне, то заметили, что один человек собирает дрова в субботу. Не убил, не зарезал, не ограбил, всего лишь нарушал субботу. Но это одна из заповедей. Те, кто застиг его собирающим дрова, привели его к Моисею, Арону и всей общине. Его посадили под стражу, потому что не было правила, которое говорило бы, как с ним поступить. Собственно, тогда заключение, лишение свободы – это временная мера. Сейчас это одно из основных наказаний, а тогда это… Ну, просто пока не разобрались, поэтому его держим. Господь сказал Моисею, этот человек должен быть предан смерти. Пусть вся община забросает его камнями вне стана. То есть его отвергают, вот отворкнут от народа своего, вывели за пределы стана, но еще заодно и убили, простите. Все общины его вывели из стана и насмерть забросали камнями. Так Господь повелел Моисею. Очень жестко. И вот в Ветхом Завете действительно встречаются такие места какой-то предельной законнической жесткости. А есть другие, где все достаточно мягко, где есть выходы из этого. Вот Ветхий Завет тоже разнообразен. Господь сказал Моисею, «Предайся нам, Израилевым, пусть из рода в рот они делают кисти по краям своей одежды. В эти кисти вы должны вставлять голубую нитку. Глядя на эти кисти, вы должны вспоминать все повеления Господа, исполнять их, а не подчиняться своему сердцу и очам, которые влекут вас к разврату. Вы будете, помните, исполнять все мои повеления и будете святыми у Бога вашего. Я Господь ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Я Господь ваш Бог». Вновь и вновь эта мысль повторяется. И здесь, как напоминание кисти на краях одежды, до сих пор иудеи носят. Это цицит называется. Вот такие действительно довольно длинные сегодня это могут быть кисточки, какими были в древности, мы не знаем. Сегодня иудеи делают их из 613 ниток по числу заповедей. То есть каждая заповедь — это одна нитка символически, так это представляет. Судя по всему, так оно и задумывалось изначально, хотя напрямую это не сказано. Ну и что мы увидим дальше? Да все то же самое. Переход через пустыню, мятежи, восстания израильтян, которым это все надоело, и Моисей как посредника между Богом и своим народом. Это будет в 16 главе, но и дальше тоже не раз. Продолжение следует...